Я приветствую всех вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, в этот вечер. Всех вас, дорогая Церковь, гостей нашего собрания. Сегодня мы с вами собрались здесь по приятному поводу, чтобы исполнить заповедь Господню. И мы каждый раз вспоминаем о тех самых событиях, которые произошли накануне смерти нашего Господа Иисуса Христа, когда Он последний раз вместе с Своими учениками в простоте совершал Пасху. Вспоминал с учениками об очень знаменательном событии, о котором весь народ израильский ежегодно совершал большой праздник, большое празднование, воспоминание о том, как Бог вывел израильский народ из плена египетского. Евреи в этот вечер вспоминали о Багнце, кровь которого пролилась в последнюю египетскую казнь. Я думаю, что вы помните все эти события, когда Бог совершал казнь над Египтом, над фараоном, над домом фараона, который не желал отпустить народ израильский. И последняя казнь была самая жестокая, когда ангел-губитель должен был проходить ночью и поражал каждого первенца в каждом доме, где косяки не были помазаны кровью невинного Агнца. И евреи, у них был целый ритуал, целая церемония, они собирались с дома, с семьей, это были очень близкие такие отношения, близкая такая трапеза, когда самые близкие люди собирались и вспоминали об этом, о тех событиях, которые уже очень давно миновали. И вот Иисус вместе с Своими учениками также приходит в дом, в горницу, где совершает вместе с ними это воспоминание. И евреи вспоминали не просто Агнца, который был заклан тогда, и кровью которого были помазаны косяки домов, но они еще и ждали прихода того самого Агнца, кровь которого должна была пролиться в искуплении грехов всего человечества. Они ждали. И для них вот эта иллюстрация, когда они ели мясо этого Агнца, ломали хлеб, когда они макали хлеб в чашу с горькими травами, с какой-то смесью горьких трав, они вспоминали, как плохо было там в Египте, как ужасно было то рабство, в котором они находились, и как радостно было то, что Бог вывел их оттуда. И знаете, мы прочитаем с вами, вставших, Евангелие от Матфея. Это разговоры Иисуса с учениками. Та самая вечеря, которую Он совершал с ними накануне своей смерти. Евангелие от Матфея, 26 глава, 17 по 30 стихе. В первый же день опресночной приступили ученики к Иисусу и сказали, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, и у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. «Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками. И когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма обечалились и начали говорить Ему, каждый из них, «Не я ли Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст Меня». Впрочем, Сын человеческий идет, как написано о нем, «Но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться». При этом и Иуда, предающий Его, сказал, «Не я ли? Рави». И Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, ешьте это тело мое». И взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо это кровь Моя, Нового Завета, за многих проливаемое в оставлении грехов». Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня призвал нас сюда, чтобы мы также вспоминали об этих событиях, Господи, чтобы мы, Господи, еще раз, Боже, заглянули в эту самую горницу и увидели Тебя вместе с учениками. Я молю и прошу Тебя, Господи, благослови, чтобы и сегодня, Боже, мы задали вопрос своему сердцу, таков ли я пред Тобой или нет. Почему я совершаю вечерю Господню? Почему я, Господи, считаю, что я достоин этого? Господи, прошу Тебя, благослови, чтобы и сегодня мы не просто механически совершали это, но совершали это, Господь, в единстве, совершали это, Господь, в признании того, что Ты наш Бог, Ты наш Царь. И что мы ожидаем Твоего возвращения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Знаете, я много всегда размышлял о вечере, и вы помните, что очень много воскресений я проповедовал на то, чтобы объяснить, что такое вечеря, чтобы размышлять вместе с вами. Знаете, когда я читал в очередной раз места Священного Писания, которые рассказывают об этом событии, то вспомнил, конечно же, евреев, которые не просто отмечали свой, этот исход, который совершил Бог с ними, но еще и ожидали грядущего Мессия. И вот теперь такое положение, что Мессия, Он здесь, Он рядом, Он вместе с учениками, и Он велит ученикам совершить то, что Он говорит. Я думаю, что все вы помните, как происходили эти события. Другие евангелисты более обширно описывают это событие, и мы помним, что Иисус послал двоих, и говорит, вы увидите человека, который будет нести воду, и мы, конечно, понимаем, что Иисус все заранее каким-то образом продумал, то есть Божий план исполнялся. Странно было то, что мужчина нес воду, а не женщина, потому что это была их обязанность, и они, конечно же, поняли, что попали именно туда, или встретили именно того человека, потому что это был мужчина. И они увидели, что Он несет воду. И когда они увидели человека, который приготовил им горницу, то, конечно же, сказали, что Иисус велел быть у тебя. Они заранее позаботились обо всем. Они нашли аренца, они купили травы, они все приготовили. В горнице к моменту празднования Пасхи уже все было готово. И вот мы читаем, что ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. И когда же настал вечер, Он возлег с двенадцати учениками. Он возлег вместе с ними. Это было прекрасное время, когда Иисус проводил вместе с учениками последнюю вечерю свою. И, конечно же, Иисус размышлял с учениками о тех самых событиях, ради которых они здесь собрались. Конечно же, они обсуждали Пасху. Они даже пели песни. И еврейская традиция даже говорит, какие песни пели. Потому что в самом конце этого текста мы прочитали, что воспев, они пошли на гору Елеонскую. То есть это не просто был ужин, когда они вместе собрались, поели и разошлись. Это было нечто удивительное. Вот это время, которое проводил с ними Иисус, было нечто удивительное. Вот она уже, комната готова, все приготовлено, Иисус вместе с учениками. И мы знаем, что Пасха начиналась с этой трапезы, потом продолжалась еще семь дней, дни опресночные. Но мало кто знает, почему опресночный хлеб, пресный хлеб использовался евреями. Многие просто думают, что Бог так повелел, вот нужно было так исполнять. Когда евреи уходили из Египта, Бог повелел им оставить все и забыть про все. Забыть про всю эту жизнь, которую они помнили. Тот ужас, который творился вместе с ними. С ними творился. Я думаю, что те, кто печет хлеб, настоящий хлеб, живой хлеб, знают, что дома есть закваска, дрожжи. Ее сохраняют в особом месте, в теплом, чтобы она всегда была в подходящем состоянии. И эту закваску добавляли в тесто, приготовили хлеб, потом из этого теста откладывали новую закваску. И так продолжалось постоянно. Но смотрите, что происходит здесь. Дни опресночные, когда семьи еврейские не использовали дрожжи вообще. Нужно было оставить все. Нужно было забыть про них. Еврейская традиция даже была так, что невеста получала от мамы закваску, хлебную закваску. И это был такой, знаете, передача традиций. Это был такой подарок от родителей. Пеки хлеб. Вспоминай нас. Но в этот раз было все совершенно по-другому. Когда евреи уходили из Египта, Бог сказал, что вы не должны есть квасной хлеб. Вы не должны пользоваться ним. Ешьте пресный хлеб. Оставьте все. И когда Иисус с учениками говорили о Пасхе, конечно же, они говорили и об этом. Конечно же, они брали этот хлеб и размышляли об этом. И знаете, Иисус начал с учениками разговор простых-простых слов, но очень важных. Все самые важные вещи Иисус начинал словами. Истинно говорю вам. Истинно говорю вам. Иисус этими словами пытался привлечь внимание учеников. Вдруг они говорят о чем-то вот, о тех событиях, о пасхальных событиях, и вдруг Он начинает их общение, или очень важное какое-то общение со слов истинно говорю вам. И мы же прекрасно понимаем, что это закрытая горница, и это друзья. Они лежат, возлежат вместе. Вокруг стола они очень близко друг к другу находятся. Они очень хорошо друг друга знают. И вдруг Иисус произносит очень странные слова. И когда они ели, сказал, истинно, истинно, говорю вам, что один из вас предаст меня. Знаете, мне очень сложно представить эту сцену. Я сотни раз читал эти слова, но знаете, иногда меня это повергает как-то в шок, ступор какой-то наступает. Представьте себе, вот друзья находятся в комнате, и они друг другу доверяют. Они очень хорошо друг друга знают. И вдруг Иисус произносит эту фразу, один из вас предаст меня. Я не знаю, как вы, но я бы пришел в замешательство. Потому что это очень странные слова. А в голове сразу стало бы, наверное, что-то прокручиваться. Может быть, я что-то не так сделал. Может быть, я не так поступил. Что, что, что я сделал не так? И, конечно же, ученики стали задавать вопрос. Каждый из них. Не я ли Господи? Не я ли Господи? Знаете, Иисус постоянно спрашивал их об этом. Но теперь это звучало немножко по-другому. Если до этого за Иисусом следовали толпы, и многие, слыша слова Иисуса, уходили опечаленные, потому что не хотели жить так, как говорил Иисус. Иисус говорил какие-то радикальные вещи, что нужно оставить все. И многие уходили, и Он задавал своим ученикам, не хотите ли и вы отойти? Но ученики оставались. Ученики были верными Христу. Они были очень близкими. Они собирались с Ним строить Божье Царство. Но вдруг, оказавшись в этой горнице, они слышат от Учителя вот эти слова. Это, по сути, как обвинение в предательстве. Что происходит? Мы понимаем, что предательство, оно ужасно в любой культуре, в любом народе. И вот это нарастающее напряжение. Один из вас предаст меня. И то, что это напряжение создало Иисус, знаете, приводит учеников в чувство. Приводит учеников в чувство. Ученики начинают думать о себе. Может, это я? Может, со мной что-то не так? Иисус этими словами показывает. Послушайте, даже близость того, что вы со мной, даже то время, проведенное со мной, не говорит о том, что вы совершенные. Не говорит о том, что вы какие-то значимые. Он говорит, что сами по себе вы не способны ни на что добрые. Очень часто мы на себя смотрим, но, знаете, не склонны почему-то задавать себе вопросы. Соответствую ли я ожиданиям Христа? Соответствую ли я ожиданиям Христа? Мы очень склонны рассказывать о том, сколько мы следуем за Христом. Десять, двадцать, тридцать лет. Мы очень любим рассказывать о наших духовных достижениях. Я умею это. Я постиг это. Я разобрался в этом. Мы очень склонны к тому, чтобы хвалиться нашими победами, даже духовными. Насколько мы помогали разным людям, помогали даже расти духовно, заботились о ком-то. Но, знаете, в этот самый момент Иисус показывает нашу нищету и нашу зависимость от Него. Иисус хочет показать ученикам настоящую реальность, в которой они находятся. Он предостерегает их от самоуверенности, что они могут все. Со Христом они полезны, со Христом они талантливы. Но, знаете, удивительно ведь, но когда Иисус говорит, один из вас предаст Меня, и вот это вот в учениках сомнение, оно же потом каким-то образом реализуется. То, что они задали вот этот вопрос. Не я ли Господи? Ведь пройдет буквально несколько часов, там не знаю сколько, и ученики разбегутся кто куда. Кто-то скажет, я его не знаю. Кто-то спрячется. Кто-то наверняка будет плакать от досады, потому что не сбылись его мечты, потому что не так он себе представлял этого Мессию. Иисус рушил внутреннюю самоуверенность учеников. Почему? Они весьма опечалились. Ученики весьма опечалились. Потому что вот эта вот близкая такая атмосфера, дружеская, и вдруг вот эти слова о предательстве. они опечалились и начали говорить. Каждый из них не я ли Господи? И часто это выглядит, как, знаете, как помешательство, сбивчивая какая-то неясная речь, непонимание. Вспомните, что сделали Адам и Ева, когда они согрешили. Они, которые полные совершенства, прекрасные, вдруг стали видеть собственную наготу. они вдруг стали видеть собственное обнищание. они вдруг стали нуждаться в том, чтобы закрыть то, что им казалось ужасным. Они сшили себе одежду из смоковных листьев. Они старались как-то прикрыться, как-то от Бога отгородиться. не то, чтобы даже перед друг другом показать Богу, что они как будто бы оправдываются этим. И мы часто прикрываемся не только от людей, но и от самих себя. И это, знаете, очень даже иногда смешно происходит, когда мы пытаемся напустить пыль в глаза людям и пытаемся хвалиться чем-то, тем, что мы достигли. мы не хотим замечать или видеть свои нищеты. Но, знаете, Иисус показал ученикам то, что они в Нем нуждаются. Всякая попытка хвалиться самим собой, рано или поздно, она закончится глубоким разочарованием, прежде всего, в самом себе. И это происходит повсюду. И со всеми. Но Иисус готовит учеников к тому, чтобы они не собой ухвалились. И не о себе размышляли, не о себе говорили, не себя проповедовали, не своей силой ухвалились, а хвалились Господом Иисусом Христом. когда ученики, каждый из них стал спрашивать, не я ли Господи, они даже сами в себе не уверены. они сами в себе не уверены. Но Иисус говорит о том, что кто-то близкий Его предаст. И Он здесь, в этой комнате. И вот Иисус с ними трапезничает и задает им этот вопрос, повергая их в шок. Они задаются вопросом, не я ли Господи. Вы знаете, прав апостол Павел, который говорит, если кто ест или пьет хлеб и чашу, не рассуждая о теле Господне, вот если мы об этом не рассуждаем, мы виновны. Иисус говорит, посмотрите, о чем вы рассуждаете. Вот она Пасха. У них был агнец, у них был хлеб, у них была чаша с горькими травами. И Иисус говорит следующие слова. Опустившись со мной руку в блюдо, этот предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. Вот из всех этих учеников о том, кто предатель, знали только двое. Это Иисус и Иуда. Это Иисус и Иуда. Остальные только вопрошали к себе. Может быть, это Я? Иисус взывал к их сердцу, проверял их сердце. И когда они ели хлеб, не так, знаете, вот эти слова, которые я прочитал, что, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Иисус говорит о том, что все идет по плану, так как Бог замыслил. Даже то, что один из вас предаст Меня, все идет по Божьему плану. Так должно быть. Хотите вы этого или нет, но так должно быть. Иисус даже сожалеет. Жалко того человека, потому что лучше было бы ему не родиться. И вот, знаете, казалось бы, Иисус как будто бы обвиняет учеников в такой самоуверенности, несостоятельности. Но с другой стороны, Иисус каждый раз ободряет учеников и превращает их немощь в силу, потому что Он говорит, Я – ваша сила. Я – ваша сила. Бог всегда нашу несостоятельность обращает в силу. Нашу немощь обращает в силу. Бог подвигает нас к тому, чтобы мы искали Его, полагались на Него, уповали на Него. Иисус говорит ко всем и ко Мне сегодня, что через вашу слабость Я покажу свою силу. И когда они ели хлеб, ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал, Примите, едите, сие есть тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставлении грехов. Я не упомянул о том, что в других Евангелиях написано, что когда Иисус вместе с учениками был в горнице, Он умыл им ноги. И это такой отдельный момент. И это была не просто близость к ученикам, но еще и какое-то удивительное служение Иисуса своим друзьям. Смотрите, Иисус нигде не выбрал учеников, сказал, Помой я тебе ноги, тебе и тебе. Он помыл всем. Даже Иуда, предатель, удостоился такой чести. Люди в Израиле передвигались чаще или босиком, или в сандариях. Это были очень пыльные дороги. И когда они приходили куда-то в дом, то слуга непременно людям этим умывал ноги. Но если не было слуги, то это делал хозяин дома. Но по всей видимости здесь в горнице никого не было. Тот человек, который предоставил это место, его там не было. Он все сделал, подготовил, и его там не было. Иисус вместе с учениками был один там. И Иисус взял и умыл ноги ученикам. И конечно же мы помним, что ученики стали возражать, да нет, зачем ты это делаешь? Но Иисус показывал, что Он их всех принимает. Он их всех принимает. Он умыл ноги. И много вот в это время, до и после, во многих Евангелиях написано, как Иисус общался с учениками вот эти последние часы, последние дни, когда Он с ними много рассуждал, размышлял, когда Он говорит, что когда уйду, пошлю вам Духа. Он говорил о том, что Он лоза, а они ветви. Он говорил о их тесной связи. Он показывал им, что они его друзья. Он при них молился Отцу. И молился так. «Отче, которых ты дал мне, я хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде оснований мира». Это написано в Евангелии Атеана в 17 главе. Иисус полностью проявил заботу об учениках. Он проявил к ним любовь. Он взял их вот в этот круг, как близкий круг общения и стал с ними преломлять хлеб. Каждая еврейская семья, преломление хлеба, это было очень близкое тесное общение семейное. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и раздал ученикам и сказал примите и едитесь и есть тело мое. И взяв чашу и благодарив подал им и сказал пейте из нее все. Вот принятие пищи на востоке это было делом особенным. А вот пасхальная трапеза она была сугубо семейной. Очень близкое общение. И при этом Иисус совершил и заботу об учениках и наставление и молитва была и этих учеников Иисус избрал чтобы заключить с ними новый завет. И Он произносит эти слова ибо сие есть кровь Моя нового завета за многих изливаемое во оставление грехов. Наверное ученики не до конца понимали что происходит. обычно трапеза это напоминание о том что было это напоминание о том что должно случиться но теперь Иисус говорит Я пришел Я обещанный агнец благодать явлена Я гарант этого нового завета Мое тело и Моя кровь пролитые для прощения грехов пейте из нее все хотя Он знает что они разбегутся хотя Он знает что они проявят малодушие что они будут в страхе в смятении после распятия и Он не выборочно как-то протягивает чашу Он говорит пейте из нее все посмотрите на себя и скажите честно за что Иисус пришел в вашу жизнь за что Иисус простил вас чем вы так заслужили это никто не может ничего сказать в свое оправдание никто не может сказать Богу что да я заслужил я что-то сделал такое удивительное особенное что ты Иисус простил меня Христос спасает несостоятельных слабых немощных вот таких как мы и новый завет который заключает Иисус он построен не на наших сильных сторонах характера не на наших сильных сторонах там не знаю наших навыков талантов он построен на Божьей благодати если бы Иисус в этом вопросе полагался на людей то я думаю что спасение не состоялось бы вспомните мы с вами изучаем книгу бытие и мы с вами так много говорим о завете Бога с Авраамом и там очень похожий случай когда Бог являет свою благодать в отношении Авраама я избрал тебя я избрал тебя Авраам поверил Авраам поверил и пошел это длинный путь освящения который ожидал от него Бог и Бог со своей стороны исполнит свои обетования несмотря на то что Авраам проявлял очень часто проявлял неверность в отношении Бога вот если бы Бог положился на Авраама то этот завет тоже не состоялся но Бог явился гарантом этого завета так же как Иисус является гарантом нового завета если бы Иисус сейчас был здесь и сказал один из вас предаст меня я думаю что мы тоже пришли бы в смятение и стали бы как-то судорожно спрашивать не я ли Господи потому что мы понимаем что мы люди живем в греховной плоти и мы постоянно находимся под ударами искушений под этими ударами которые пытаются выбить нас из колеи которые пытаются сбить нас с пути веры но Иисус помимо всего этого прочего говорит прекрасные слова сказываю же вам что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего смотрите он не сказал что я буду там с Петром с Иоанном он сказал со всеми он упомянул их всех и он же прекрасно знает что они разбегутся из Гефсиманского сада они будут переживать какую-то глубокую скорбь печаль разочарование после распятия Иисуса когда они будут видеть своего учителя мертвым им будет страшно потом они будут переживать воскресенье они не будут сначала верить что это произошло будут потом вспоминать что говорил им Иисус а потом найдут гробницу пустой и для них это тоже будет некий шок потом с непониманием будут переживать вознесение а потом начнется их самостоятельная жизнь там где они будут гонимы притесняемы они будут постоянно испытывать слабости и будут даже испытывать непонимание между собой но Иисус говорит буду пить с вами новое вино Иисус зная все это зная все это он протягивает к ним чашу зная все это он говорит а я не буду пить пока не встречусь с вами и вот сегодня когда мы будем совершать это вечеря господня размышляйте для чего вы это делаете ожидаете ли вы вот этой встречи со Христом хотите ли чтобы Иисус был вашей силой чтобы Иисус был вашим вдохновением чтобы Иисус был радостью вашей жизни не что-то временное не ваши заслуги не ваши приобретения не вы сами а Иисус которым должно хвалиться Ефесянам 2 глава с 4 по 9 стих Бог богатый милостью по своей великой любви которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом благодатью вы спасены и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар не от дел чтобы никто не хвалился вы знаете вот в этой заповеди Иисус призывает нас в исполнении нового завета принимает нас в этот новый завет он зовет нас приглашает и мы исполняя эту заповедь подтверждаем Иисус я с тобой Иисус я принимаю условия я отвечаю веры и очень хочу чтобы моя жизнь соответствовала этой вере принимая хлеб вино Бог напоминает нам что мы спасены только благодаря его благодати не по своим собственным делам не по своим собственным заслугам не благодаря своему статусу мы слабые немощны и постоянно нуждаемся в нем и это напоминание что мы нуждаемся в нем каждый раз мы должны напоминать себе об этом мы нуждаемся в Нем. Это лекарство от самоуверенности. Это лекарство от самохвальства. Это лекарство против искушений. Сами мы ничего не можем, но со Христом можем все. И мы призваны не хвалиться Собой, а призваны хвалиться Христом, проживая свою жизнь для Него, ради Него и в ожидании встречи с Ним. Еврейская Пасха указывала на Божьего Агнца, который примет на себя грехи мира. Они вспоминали о том, что Бог сделал, и ожидали Мессию, который должен прийти и спасти их. Но сегодня Вечеря Господня указывает на то, что великое дело искупления уже совершено. Сегодня Вечеря Господня указывает на Божью благодать, искупление совершено не по нашим заслугам. Вечеря Господня указывает на то, что мы постоянно нуждаемся во Христе. И Вечеря Господня напоминает нам о том, чтобы мы ждали возвращения Христа. И как мы постоянно читаем слова апостола Павла из первого послания Коринфянам, из 11 главы. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Мы возвещаем смерть Господню, потому что через эту смерть Бог просил наши грехи. Через эту смерть Бог принял нас. Не по нашим заслугам, по благодати. Через эту смерть Бог делает нас сильными. Аминь. Друзья мои, мы будем приступать к исполнению заповеди Господней. Пусть каждое сердце сегодня пред Богом ответит на вопрос, ожидаете ли вы встречи со Христом? Или вы полагаетесь только на себя и думаете, что вы самодостаточны, и Христос придет не скоро, и все, что мне нужно, это благосостояние здесь на земле? Или вы ждете на самом деле Христа, ждете встречи с Ним, когда Он примет нас такие вот, какие мы есть, и мы уже здесь прославим Его и похвалимся Ему? Задайте себе этот вопрос. Ждете ли вы встречи со Христом?